здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня утром случилось нечто я утром проснулась включила лампы и пока ходила на кухню пила кофе возвращаюсь а у меня на нижней полке стеллажа деревянного темнота случилось сначала я так вообще расстроилась в общем вот эта замечательная лампа не мини фермер метровая да она видимо отработала свой ресурс я вот сняла у нее линзы здесь линзы были вот эти лампы конечно эта палка вручалка это лампа мини фермер метровая full спектр икс 2 самые бомбические лампы она в общем два года веры правда не служила но тоже попробуй к 16 часов 16 а то бывает 18 часов они у меня горят я расстроилась но вспомнила что у меня в запасниках лежат два комплекта ламп по 40 сантиметров вот я разъединила одну из них они так по 2 до соединены вот повесила вот так вот поперек вот так вот на веревку мы с насти пока закрепили это дело чтобы здесь было светло я пришла на работу позвонила тут же мини фермер и заказала еще одну себе вот такую вот метровую лампу точно такую же full спектр x2 эти лампы конечно вообще не обсуждаются не обсуждаются несмотря на то что есть много других ламп но вот я привыкла к мини фермеру эффект потрясающий от них вот я видите а дело на вот эти лампы линзы вот они линзы с рассеиванием 60 градусов вот я заказал все лампу и на днях она будет у меня от замечательных моих партнеров компании мини фермер сразу хочу сказать что сегодня мы обсуждали с руководством компании мини фермер очень интересную идею очень интересную идею по поощрению моих самых самых лучших все лучше на зрители подписчиков решили организовать некий конкурс в котором будет участвовать продукция компании мини фермер конкурс очень интересный подарочки будут шикарные но когда он состоится и какие эти будут подарочки от фирмы фирмы мини фермер об этом я расскажу в тот час икс собственно когда уже мы будем готовы к проведению этого конкурса осталось ждать не долго и тому кто следит за моими видео за моей работой за всем тем что я делаю всем тем кто пишет хорошие комментарии всем тем кто дает мне хорошие советы и кому я даю хорошие советы и всем будет счастье вот так что вот висит вот так вот замечательно лампа она в принципе достаточно знаете хорошо освещает вот я кстати хотела давно уже сказать такой момент по поводу размера ламп вот смотрите к примеру стеллаж у меня вот этот шириной метр да я просто видела что вешают на стеллажи лампы маленького размера вот вы знаете вот этого не делайте не экономьте пожалуйста дело в том что вот на метровый стеллаж да если вы ограничены в средствах и не можете позволить купить например лампу от мини фермер да есть другие более бюджетные лампы и они в разных размерах но на например стеллаж метр метр двадцать шириной лампу нужно вешать соответственно ширине это получается вот вот так да это там у нас глубина здесь у нас ширина если метр или метр двадцать значит мы вешаем метровую лампу никаких вот этих вот пятьдесят семь пятьдесят восемь пятьдесят два это все никуда не годится это во первых знаете так бедно смотрится несчастные бедные орхидеи тем более если покупать какую-то бюджетную лампу какой-то может быть угол рассеивания там вообще не о чем говорить и мощность лампы конечно от мощности лампы зависит очень много опять же чем мощнее лампы тем мы ее выше вешаем чем меньше мощности лампы тем мы ее ниже вешаем на какие-то крючки приспосабливаем но ни в коем случае бюджетные лампы не вешают на высоте семьдесят пять тире восемьдесят пять сантиметров потому что растением реально у растений будет световой голод я так считаю все таки если стеллаж стоит в глубине комнаты и растением просто не будет хватать света о каком фотосинтезе может идти речь так то что я сейчас сижу любуюсь на эту малышку лампу которая вот видите довольно таки она очень сильная да не буду говорить ее параметры технически это можно посмотреть на сайте компании мини фермер которая является моим партнером мы партнеры вы можете пройти в описании этого ролика и там есть ссылка на сайт можете посмотреть на параметры этих ламп с разными мощностями с разными размерами м я открыто заявляю что это реклама потому что это мои партнеры потому что мне знаете как вот эффект био о опять эта реклама да эффект био utsc Russell является моим партнером мини фермер является моим партнером в описании это указана также компания под цветы которые выпускает полки и стеллажей для орхидей тоже является моим партнером км моим партнером является компания, которая выпускает вот эти вот замечательные стеллажи. Тоже мои партнеры. Ничего в этом такого нет. И мы же не альтруисты, правильно? Взрослые люди. Так что, вот. Такая вот вещь, такая вот ситуация. Настя сейчас поехала, моя красавица, моя помощница, поскакала за новой орхидеикой, за маленькой. Забирать ее обязательно вам покажу. Эту орхидейку давно ее хотела. И сейчас небольшое продолжение ролика по поводу... Сейчас покажу по какому поводу. Вот. Посмотрите. Господи, что здесь такое? Пылька полетела. Знавески дернула. Это Настина комната. Подоконник Настиного окна. Здесь у меня растет маленькое количество азиатских орхидей. Ой, как они классно смотрятся. В таком полумраке. Здесь вот бутончик такой красивый. Клево-клево-клево-клево-клево-клево. Вот они. Красоточки стоят. Вот посмотрите, как я поставила орхидеи на фетровые такие тряпочки. Вот они, видите? Они используются как для мытья посуды, так и для вытирания пыли. Они продаются в рулонах. Довольно-таки они такие толстенькие. Вот так вот у меня стоят горшочки. Чтобы не было холодно. Хотя подоконник теплый. Но это еще только начало. 22 градуса на подоконнике. Каждый год 31 декабря мы ходим в баню. Я шучу. Каждый год в это время во время включения батарей начала отопительного сезона я показываю один и тот же сюжет. о том, как я защищаю свои орхидеи от жара чугунных батарей. Которые у нас на самом деле реально, смотрите, они у нас чугунные. Видите, какие? Вот такая огромная батарея. Что я делаю? Я батарею укутываю вот таким образом полотенцем. То есть вот с этой стороны видите, у меня здесь вот завернуто, да? И здесь вот, видите, я даже на прищепку. То есть у меня ни сучка, ни задоринки. Вот так. Батареи топят очень хорошо. Мишка классно смотрится в темноте. Я просто свет не включила, люстру, потому что знаездки отдернуты, там ходят люди, они меня не поймут. Вечерняя Марина Роща не поймет Наталью Борисовну. Хотя все давно знают, что я занимаюсь выращиванием орхидеи. И вот на эту конструкцию я ставлю вот такие вот пластиковые лотки. Вот многие хозяйки их узнают. в этих лотках продается мясо, куры и фрукты. Вот от фруктов лоточек. Вот это вот от мяса и кур. Наливаю в лоточки воду вот таким образом. Обыкновенную воду из-под крана и постоянно по мере испарения я подливаю в эти лоточки воду. Вода, хочу я вам сказать, очень даже тепленькая, в ней можно купаться. Почему? Потому что она же от батарей нагревается, да? И вот такая конструкция имеет место быть. То есть от батареи идет тепло, очень хорошее тепло, вот лоточки прям тепленькие, водичка нагревается, испаряется и здесь создается такой замечательный парниковый эффект. Но вы можете посмотреть, вернуться. У меня уже сначала как бы открытие моего канала, уже есть два ролика, вот совершенно аналогичных, то есть только они, это первый ролик, который я снимаю в Настеиной комнате, потому что Настя ускакала за орхидеей, так бы сейчас она меня сюда бы не пустила. Но это девичья ее комната, показывать я не буду, у нее здесь очень уютно, просто Настя не любит, когда я вообще, как все подростки, не любят, чтобы родители к ним тут ходили, что-то это. Вот, пока Насте нет, я покажу. Вот, вот таким образом, вот утеплила подоконничек, здесь вот утеплила, вон видно поролончик, проклеила все малярной лентой, вот, видите, заклеила все, аж вот до туда, до верха, и здесь теплы, красоти, орхидейки не страдают, и в комнате тепло, я вам уже показала, 22 градуса, бывает 24 градуса, но тогда приходится приоткрывать форточку на небольшое проветривание, дом у нас старые, окна у нас старые, ничего мы менять не будем, потому что все наши дома предназначены давно уже под снос, и если мы не попали в первую волну реновации, то я думаю, нас все равно по-любому снесут, вот, и тратить какие-то огромные средства на ремонт квартиры в Хрущевке, я как-то не очень готова, так, ой, я на Мишку любуюсь, ну вот такая вот зарисовочка, ну-ка посмотрим туда, что, нет, так вообще ничего не видно, а так вот красиво, конечно, очень красиво, вон деревья, вон меня видно, я тут вся такая, растакая, вот, так что, дорогие мои, в ожидании новой орхидейки, ой, это прям переливается, ой, какая же ты красивая, а камера не передает, я редко бываю вечером в этой комнате, очень красиво, на этой прекрасной вот ноте, я буду с вами прощаться до следующего ролика, думаю, я его сегодня же запишу, о прибытии новой, очень красивой малышки, даже могу сказать, что это малыш, это мальчик, наверное, да, вот, я вам обязательно покажу, вот, на этом, собственно, все, дорогие мои, желаю здоровья вам и вашим растениям, солнца, души и на небе, до свидания, всегда ваша, Бокова, Наташа.